приветствуем наших подписчиков и гостей канала астрора друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим с вами о сглазе и порчи и поговорим о практиках которые вы можете провести при этом всего лишь вам понадобится молоко потому что молоко и его сильная энергетика влияет очень сильно на сгл на избавление от сглаза и других негативных программ поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца будет много полезной важной нужной и интересной информации всем приятного просмотра молоко у наших предков предка была в таком же почете как и хлеб потому что это был один из наверное основных продуктов питания молоко содержит в себе сильную положительную энергетику используя молоко можно избавиться от порчи от сглаза она помогает в защите от негативных сил а также приносит в душу спокойствие существует порча разных видов и снять ее можно также разными способами одним очень действенным способом является использование молока скандалы частые ссоры в семье могут быть связаны с наведенной порчей и любой негативной программы раньше их не было а теперь день день через день у вас происходит выяснение отношений в семье и такой вид порчи обычно наводят через еду во время праздников или через какие-то личные вещи после такого вмешательства и появляются в семье разногласия недомолвки и упреки жизнь становится невыносимой если у вас все это начало происходить то срочно нужно избавляться от такого негатива в доме таком случае молоко может оказать вам действенную помощь для этого нужно купить на рынке пол литра молока не торгуясь и небе не забирая сдачу а вот придя домой вскипятите молоко а когда она немного остынет добавьте в него щепоточку соли мешая его по часовой стрелке скажите следующие слова молоко соль всыпаю спокойствие в дом зазываю от негатива его избавляю затем нужно разлить молоко по чашкам и выпить вам и ваши половинки если же он откажется пить такое молоко то нож можно его добавить в чай или кофе и пройдет две недели обязательно провод повторите эту практику сглаз может носить конечно и непреднамеренный характер не имея в мыслях ничего плохого человек позавидовал вашим успехом или семейным отношениям как же это отразится на вас вы возможно интуитивно почувствуете что удача вас оставила появились проблемы различного рода деньги утекают как вода через сито такой ситуации можно использовать молочную сыворотку это сильное средство от сглаза каждое утро на рассвете в течение недели выпивайте по три ложки сыворотки добавив нее немножечко мускатного ореха при тем как выпить проговорите следующие слова сыворотку выпиваю от сглаза себя избавляю и спустя неделю вы почувствуете что изменение вашей жизни происходит в лучшую сторону а если ваши отношения стали желать лучшего попробуйте вернуть следующим способом приготовив один молочный напиток возьмите пол литра молока вскипятите его чтобы на нем появилась пенка затем добавьте в него на кончике чайной ложки ванильного сахара и на кончике чайной ложки порошок корицы данный напиток нужно выпить вам и вашему партнеру вы должны выпить все и вместе с выпитым напитком вернуться было и чувство семьи снова будет мир и любовь с помощью молока вы можете вернуть себе и душевный покой хорошее настроение можно взять стакан молока положить в него одну чайную ложку меда размешать деревянной палочкой или ложкой а когда будете мешать представляете себе что-то хорошее приятное не думайте о плохом далее поставьте стакан на подоконник пусть он так прост простоит целую ночь а утром содержимое выпейте вылите со следующими словами молоко с медом стояла весь негатив вобрала его выливаю спокойствие к себе возвращаем так как молоко очень важный продукт то с ним связано и много народных примет если свежее молоко постоянно прокисает на это нужно вам обратить особое внимание значит в доме полно негативных энергий и вам срочно нужно принять меры по энергетической чистке дома либо в дом повадился человек с негативной энергией пролитое на стол молоко предупреждает о нежданных и нежелательных гостях о сплетнях и нехороших разговорах за вашей спиной конфликтов с коллегами на работе а пролитое на землю а внезапной далекой поездки если на стол пролилось несколько капель молока то неудачи будут незначительные а вот если много то серьезных проблем не избежать хорошие народные приметы считается если пролить молоко на порог это к успеху в работе удачные сделки и это говорит о том что в жизни наступит светлая полоса если в пролито молоке пузырьки то ждите прибыль возможно ваш труд оценят по достоинству и вы даже сможете получить премию а вот убежавшая при кипячении молоко предупреждает о неприятных гостях если она оказалась на полу то это более серьезным проблемам к домашним конфликтам а если она оказалась на вашей одежде то вам здорово повезет в финансовом плане выходя из дома например вы облились молоком не нужно огорчаться это к везению и удачи на протяжении всего дня а если молоко свернулось во время кипячения то это к неожиданности правда это может быть как хорошая так и плохая неожиданность а если перевернуть емкость с молоком а еще и намочить одежду то знайте что это к удаче а в доме будет спокойствие всегда и благополучие а если наливая молоко в чашку вы перелили его через край то вас ждет крупная финансовая прибыль вы знаете все эти народные приметы действительны только тогда когда они происходят случайно они преднамеренно поэтому ни в коем случае не делайте ничего специально ведь это будет иметь только противоположный эффект поэтому прислушивайтесь к этим таким вот казалось бы простым советом и используйте обязательно для своего блага и вы увидите как ваша жизнь может измениться всегда используйте молоко в своей жизни желательно для проведения практик использовать молоко домашнее но если нету молока домашнего то используйте магазинное но смотрите чтоб срок его действия был минимальным и тогда то есть это две недели с ним то есть это говорит о том что как-никак это все-таки молоко живое конечно не это не поспоришь домашнее молоко но все же друзья сами как всегда был канал астрора друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии